Слава Украине! Привет всем от Полонского! Так называемый спикер Госдумы, которая Госдура Российской Федерации, некто Володин, кстати, по совместительству, по словам того же самого Гиркина-Стрелкова, небезызвестного, этот же самый Володин является одним из лидеров российского ЛГБТ-сообщества. Я не даю каких-то комментариев к этому поводу, это просто факт. По поводу Володина. Значит, вот этот вот товарищ заявил, что Польша, оказывается, должна России деньги. Это вообще, ребята, офигеть! А знаете за что? Так вот этот замечательный лидер, он заявил, что за убийство военнопленных Красной Армии в начале прошлого века. То есть, он, я так понимаю, имеет в виду приблизительно 1920 год, когда Краснопузоя поперли на Варшаву. Вы прекрасно помните, что до революции, или до, если правильно ее назвать, октябрьский переворот, там был еще и февральский переворот, до революции, либо же октябрьского, февральского переворота, Польша была частью Российской империи, и вот рашисты пытались ее, как и Финляндия, кстати, рашисты пытались ее каким-то образом удержать тогда. И вот, ну, Польша очень, кстати, при помощи украинцев тогда, очень много было украинских солдат в польской армии, надавали очень хороших звездюлей, тогдашней вот этой вот... Знаете, Красная Армия тогда представляла собой сброд уголовников, бандитов, мародеров, насильников. Огромный сброд, огромный. И их было огромное количество. Этим они пользовались, потому что их было много. Обозленные, нищие, грязные, вонючие. Вот эта Красная Армия в те годы себя представляла такое. Убивали, как говорится, все, что движется, и убивали, и насиловали, грабили, мародерили, все, что двигалось. И вот эта орда пьяная поперла тогда на Варшаву с тем, чтобы разгромить ее и отмародерить как следует. Но что-то пошло не так у них. Они нарвались на пулеметы, и их там разгромили полностью. Это была банда Тухачевского, которая оперла на Варшаву. Полный разгром. И вот именно за этот разгром сегодня лидер, этот Володин, пытается кому-то за что-то отомстить. Еще раз попытайтесь понять эту ситуацию. Значит, расисты перлись на чужую территорию, на территорию Польши, которая была тогда захвачена Российской империей. Но это уже были большевики вот эти. И пытались там навести такой же порядок, как они сейчас пытаются навести в Украине. И получили звездюлей. То, что таких же, как сейчас получают в Украине. А сегодня, значит, этот же самый Володин выставляет Польше какие-то там претензии за то, что Польша этих звездюлей расистам выписала. Понимаете? С таким же успехом сегодня Германия может выставить претензии той же самой России. За то, что Россия, ну тогда это был СССР, но Россия как правоприемница, сопротивлялась немецкому вермахту во время освобождения ее от большевистской заразы. Абсолютно на тех же основаниях, что сегодня лидер Володин хочет предъявлять Польше. То есть маразм вот этих вот кремлевских сидельцев, у которых от пребывания в различном роде бункерах и от отсутствия нормального интернета, которого они боятся, потому что боятся, что по ним что-то там прилетит. У них, по-моему, потеряна просто любая связь с реальностью. И я даже не собираюсь обсуждать качество того, что они говорят. Скажу одно. Вот все, что сегодня говорит лидер Володин, все, что сегодня говорит его лидер над лидером Путин, это скорее предметы все-таки для исследования не историками, а психиатрами, потому что... Хотя нет, медицина тут бесстильна.